Беларусь 4 За 10 минут нарушитель лавировал по улицам райцентра, подвергая и себя, и других участников движения опасности. Затем погоня продолжилась на трассе М-10 в сторону границы Российской Федерации. Водитель никак не отреагировал на 5 предупредительных выстрелов из табельного оружия. Правоохранители открыли огонь по колесам. Было сделано 8 выстрелов по машине нарушителя. В результате два задних колеса оказались пробитыми. Не справившись с управлением, водитель отправил свой грузоный персиками микроавтобус в кювет, где он и опрокинулся. Уходить от преследования сотрудниками органов внутренних дел бесполезно. У нас имеется на вооружении хорошая техника, также специальные средства принудительной остановки. Также мы имеем право по законодательству использовать табельное оружие для остановки транспортных средств. У нас имеются средства связи, по которым мы можем вызвать дополнительные экипажи в целях оказания нам помощи. И помните, в случае неостановки штрафные санкции будут в разы выше. Водителя задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Очередная трагедия на воде произошла в нашей области. Накануне поздно вечером на Роповском озере в Гомеле утонул воспитанник лицея. Тело найдено спасателями от свода примерно в 15 метрах от берега. Компания молодых людей находилась в запрещенном для купания месте. Время проводили за распитием спиртного. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Назначен ряд экспертиз. По всей видимости, спиртное стало причиной еще одного ЧП. В Гомеле за Ледовым дворцом мужчина загнал свой внедорожник в водоем. Вытаскивать его пришлось тракторам госавтоинспекции. Автомобиль был с российскими номерами. К счастью, обошлось без жертв. Четырехлетний ребенок без присмотра, находящийся на балконе девятого этажа, стал причиной вызова спасателей. 24 июля 18.23 в Центр оперативного управления Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о нахождении ребенка в открытом окне на балконе в одном из домов по улице Кожера в Гомеле. К месту оперативно выехали спасатели, в то время как диспетчер продолжала выяснять обстоятельства случившегося. Один из работников МЧС, поднявшись на девятый этаж, сумел наладить контакт с девочкой и убедить ее отойти от окна. Второй же работник в это время, поднявшись по лестнице на девятый этаж, проник в квартиру и до прибытия матери находился с ребенком. Выяснилось, что мать, уходя из дома, попросила присмотреть за дочкой и сыном 2009 года рождения свою старшую сестру. Сестре понадобилось уйти, а старший ребенок решил пойти погулять на улицу, и девочка осталась одна. После спасения в медицинской помощи она не нуждалась. Дальнейшие разбирательства будут проводить сотрудники милиции. Напомним, что каждый случай оставления малолетних детей одних без присмотра взрослых МЧС считает чрезвычайной ситуацией. От имени редакции программы поздравляем всех спасателей с профессиональным праздником, а телезрителям советуем оставаться с нами на канале, беречь себя и своих близких. Я Руслан Габрилев, благодарю за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok